Я вам немножко вопросики позадаваю. Вы не входит? Нет. Отлично. Ну вот у меня самый первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вы вот в детстве когда-нибудь мечтали о суперспособностях? Да. Ну, а каких, например, скажите? Стать человеком по УФА. О, это вообще круто. Человек был в УФА. Какие еще способности? Летать. Летать вообще, это просто обалденно. А еще что-нибудь? Еще есть какие-нибудь способности, которые вы хотели бы иметь? Ну, например, знаете, там, идешь такой парень, если, да, ты худой такой маленький, идешь, идешь. А у тебя есть суперспособность там резко в какого-нибудь силача превращаться. Ну, там девочка красиво идет, покрасовалась. Такой идешь, идешь, здоровый, вспомоешься. Вот, типа, привет, привет. Ну, или там невидимкой становиться, ну, вообще круто. Убегаешь там от колонии, там, раз, сделал щелчок пальцами и исчез. А я лично мечтал о том, чтобы там время останавливать. Ну, представляешь, да, заходишь там, ну, не знаю, в столовку какую-нибудь, денег нет, есть охота. Что делать? Заходишь, время останавливаешь, быстренько себе поесть набрал, ушел, время вернул. И все, счастлив, в принципе. Ну, так вот, скажите, вы смотрели всякие фильмы там, разные, комиксы, читали про супергероев? Да. Отлично. Вот, значит, у нас есть, получается, супергерои, а есть суперзлодей, да? И там есть отдельная партия людей, которые называют себя ученые-супергерои, ну, либо суперзлодеи, да? Ну, как они там у нас выглядят? Они обычно с какими-нибудь там пробирками, в одной пробирка с красным, там, чем-то жидкостью, в другой с синим. Они это смешивают, втыкают в себя этот шприц и превращаются в каких-нибудь там зеленых монстров и идут крушить город, там, я не знаю, сходят с ума. Вот, но, как бы, это все вымышленные персонажи, они придуманы для того, чтобы, как-то, повеселить нас, да? Развлечь там, развить нашу, наше воображение. А я хочу вам рассказать про такого персонажа, который действительно существовал. И знаете, что он умел делать? Он умел вот так вот из пальчиков руки выпускать молнии. Хотя, может, не из пальчиков руки, может, из пятки ноги, или там из ушка, я не знаю, как повезет. Вот. И звали этого персонажа Никола Тесла. Но, чтобы понять, как он всего этого достиг, как он принял свою суперсилу, нам нужно немножко в детство его окунуться. Когда он был маленький, у него был отец. Отец был священником. Ну, и, как все родители, он хотел, чтобы сын продолжал его дело, становился тоже священником. Ну, а вот сами посудите, честно скажите, кто из нас хочет продолжать дело наших родителей? Мы же сами хотим выбрать свой путь, да? Куда нам двигаться, кем нам становиться. Обычно мы это все хотим сами решить. Ну, вот и наш персонаж Тесла тоже решил, что он хочет пойти по другому пути. И вдруг на город нападает страшная болезнь. Наступают темные времена. Болезнь называется холера. Но что будет дальше? Это я вам расскажу потом, если вы придете к нам на спектакль, который называется «История великих идей». Состоится премьера у нас 4 и 5 апреля. Я артист Первого театра, буду там тоже выступать. Буду очень рад вас всех видеть. И вам желаю хорошего настроения. И с праздником вас с Днем Театра. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ